Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работу художников, знакомиться с их автобиографией. Жагио, французский живописец. Жагио родился в 1810 году в семье выходцев из Марселя. Однако родители будущего художника еще в молодости решили перебраться в Париж. Его отец сначала трудился приглашенным актером в театре комедии «Францез», а потом стал и членом труппы. Его мать была тоже актриса. В Париже юный Жагио рано проявил способности к рисованию. Ее первым учителем стал Луи-Этьен Вартле. Этот мастер научил юношу искусству пейзажа, рисунка, акварели и литографии. Затем начинающему художнику преподавал Леон Канье, профессор школы изящных искусств Парижа. Помимо прочего, обучил основу архитектурной композиции. Первым серьезным заказчиком, начинающего живописца, стал барон Исидор Жустен Тейлор, который попросил сделать серию ритографий на тему «Древняя Франция с налетом романтизма». Эта работа повысила интерес художника к истории архитектуры. Вскоре Жагио стал активным участником созданной бароном Ассоциации художников, культеров, гравюров и архитекторов. Позднее деятельность этого союза курировал фон Тейлор. В этот период на творчество Жагио оказал значительное влияние художник-пейзажист Жюль Дюпре. Одновременно Гио тесно сотрудничал с другом детства карикатуристом Жаном Гранвиле. После смерти Гранвиле власти обратились к Гио просьбу посоветовать скульптора, который смог изготовить бюст усопшим. И Гио обратился к своему другу Антуану Лурану Дантану, который и сделал это. В 1834 году Гио получил свой первый крупный заказ с семь медальонов с историческими сценами по мотивам акварели Джузеппе Петербагетти и Адольфо Роэн. Созданные картины должны были украсить Паплёновские залы Версальского дворца. За свою карьеру Жагио 34 раза принимал участие в престижных выставках Парижского совода. Одна из его картин была куплена королем Луи Филиппом I в 1836 году и помещена в его личную коллекцию в Лувре. В 1866 году Гио стал первым художником, который получил признание вне конкурса. Поводом оказалась написана им картина «Бастион в Пальме». Также художнику дважды вручали медали в 1843 и 1846 годах, где он много путешествовал. В 1847 году надолго обосновался в Ницце, где стал преподавать искусство рисования. Любил совершать продолжительные прогулки по горам и долинам, по французскому побережью Ла-Манша, а также по берегу Атлантического океана и Средиземного моря. В 1836 женился на Уизе Тремери, дочери парижского гравера. В браке родилось пять детей. Много создал ритографии для издания «Летур де Монт». Проживая в Ницце, Гио написал большое количество акварелей по заказу богатых иностранцев. И среди покупателей его работ была великая герцогиня Софья Шведская и графиня Потоцкая. Являлся корреспондентом газеты «Иллюстратион». Писал репортажи. В 1860 году Жагио и его семья прочно обосновались Париже. В 1865 его пригласили вместе с другими художниками для реставрации галереи Серфа дворец Фонтебло. Там он восстановил фрески с 14 видами королевских резиденций и парков с высоты птичьего полета. В 1870-х много времени проводил в регионе Британии в компании со своей подругой художницей Камилой Бернье. Принимал активное участие в оформлении галереи Бинанда. Работал над 27 из 36 заказных картин. Жагио скоропостижно скончался 6 апреля 1876 года в Париже в возрасте 65 лет. Ну так вкратце из переводной википедии в французском живописце Жагио. Пока-пока. До свидания. Смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok